Всем привет! Давайте мы с вами сегодня приготовим очень интересный клубничный рулет без добавления сливок и творожного сыра. Все пропорции к рулету оставлю ниже под видео. А начнем мы с приготовления клубничного соуса. Для соуса нам нужна будет клубничное пюре. Пюре можно купить готовое или же сделать самому. Клубничное пюре это пробитый блендером клубника. Его можно сделать и из замороженной и из свежей клубники. Если не хотите, чтобы в пюре оставались косточки клубники, можно перетереть через сито или же пропустить через соковыжималку клубнику. Теперь к этому пюре нужно будет добавить сахар. У меня пюре уже готовое, замороженное с сахаром, поэтому я не буду добавлять. Сюда же добавляем сок лимона и отправляем на плиту вариться. После того, как масса вскипит, варим около 2-3 минут и снимаем с огня. Перекладываем наш клубничный горячий соус в другую посуду и даем полностью остыть. Пока соус остывает, займемся кремом. Как я уже говорила, этот крем будет без добавления сливок и творожного сыра, поэтому мы сделаем заварной крем. Для этого в сотейник вливаем молоко, в молоко добавляем сахар и добавляем кукурузный крахмал. Картофельный крахмал не подходит. Все теперь перемешиваем венчиком, чтобы крахмал немножко растворился. И ставим эту массу на огонь, постоянно перемешивая, варим до загустения. Как только наш крем начнет густеть, убираем с плиты, перекладываем в другую посуду и добавляем наш клубничный соус. Перемешиваем и даем полностью массе остыть. Пока наш крем и наш соус остывает, займемся бисквитом. Для бисквита нам нужно будет отделить белки от желтков. Белки сначала будем взбивать с сахаром до мягких пиков. Сначала белки взбиваем на маленькой скорости до пивной пены. Затем добавляем в три приема сахар. После первого приема сахара увеличиваем скорость до среднего. Как только закончится сахар, белки взбиваем на максимальной скорости. К взбитым белкам добавляем желтки, перемешиваем лопаткой. Затем к этой массе добавляем молоко и растительное масло. Снова все хорошо перемешиваем лопаткой. И в конце добавляем муку. Муку лучше, конечно, просеять. И снова все хорошо перемешиваем. Перекладываем нашу массу в противень, застеленный пергаментной бумагой Равномерно распределяем по поверхности Следите за тем, чтобы везде было равномерно распределено Не делайте так, чтобы где-то было толсто, а где-то было тонко Для этого лучше использовать спатулу, ей лучше разравнивать Выпекаем в разогретой духовке до 160 градусов минут 15-20 До прям золотистого цвета Готовый бисквит сразу же убираем с противня Убираем пергаментную бумагу и переворачиваем наш бисквит Чтобы затем, как остынет, можно было сразу собирать Тот же пергамент нужно будет застелить под низ, чтобы было потом удобно собирать И оставляем остывать где-то около 30 минут Остывший бисквит пропитываем нашим клубничным соусом Затем берем сливочное масло комнатной температурой и перекладываем его в чашу Взбиваем масло на максимальной скорости, пока не побегит Затем к этому взбитому маслу добавляем наш заварной клубничный крем Взбиваем масло до однородности Здесь на этапе можно добавить еще краситель красный, чтобы он был немножко поярче Теперь нашим готовым кремом смазываем наш бисквит И наш бисквит закручиваем в рулетик, прям как показано на видео С помощью пергаментной бумаги это сделать очень легко Придаем круглую форму, крем еще можно сделать заранее и поставить в холодильник Потом при сборке сделать все сразу Отправляем теперь рулет в холодильник остывать Прошло уже около двух часов, наш бисквит уже пропитался, отдохнул Теперь можно украсить по желанию и подавать к столу Края рулета разрезаем, чтобы был красивым Украсить можно, кстати, оставить немножко крема, смазать поверхность кремом и поставить туда ягоды Или же можно украсить шоколадом или сахарной пудрой Я переложила рулет в красивую тарелку Украшать я ничем не буду, просто сейчас красиво разрежу и покажу вам И в конце вот такой вот красивый, интересный у меня рулетик получился Очень красиво смотрится, если украсить, будет еще лучше Обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту И не забудьте подписаться и поставить лайк Всем приятного аппетита!